Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами встречаемся на очередном вебинаре, посвященном первой научной публикации в периодическом издании. Такой небольшой навигатор для начинающих. Будем говорить о публикациях, как их подготовить, как написать для тех, кто только-только приступает к вопросу своей публикационной активности. И первый вопрос, который встает, уже не вопрос писать или не писать статью. Вопросов быть не может, однозначно писать. Вопрос только начать ли сейчас или подождать чуть-чуть попозже. Я прекрасно помню свои ощущения, это безумно страшно. Научные издания, сборник, статьи Международного научного конгресса и сразу статью. Ух, если до этого еще никогда публикации не писал, это действительно очень страшно. Но чем раньше начинаем, тем лучше, тем больше шансов набить руку, получить опыт. Тем более, публикация – это документальное подтверждение той работы, исследования, которую мы проводим. И способ научиться писать научные публикации научным стилем. Ну и также способ поделиться своими результатами. Получить обратную связь от сообщества, в том числе и в виде рецензии, цитирований. И чем быстрее начинаем, тем быстрее мы можем научиться работать со своими ошибками. Евгения Юрьевна говорит, взяли бы статью, вот вопрос. Да, взяли бы статью. Если она будет соответствовать требованиям, то, скорее всего, да. Прежде чем отдать статью, нужно проверить, соблюдены ли все условия, а перед этим ее написать. И на окончательном этапе проверки мы очень легко можем потерять время, силы, и статью не возьмут. Ну и чтобы не попадать вот в такие авралы, важно помнить о нескольких ключевых пунктах процесса подготовки статьи, чтобы не попадать в дедлайн. Ну вот по этим основным моментам, о которых следует помнить, мы сегодня с вами и пройдемся. Когда писать статью, чем раньше, тем лучше, писать, не писать, вопроса нет, однозначно писать. Вопрос, возьмут, не возьмут статью, это уже, я понимаю, Евгения Юрьевна, это, да, гамлетовский вопрос. Но в любом случае, даже отказ, даже если статью не взяли, но это журналы рецензируемые, обратную связь вы получить от редакции можете. Все равно это опыт. У Джека Лондона тоже не сразу брали публикации, а вспомните его книгу Мартин Эдден, да, постоянные отказы, да и не только они страдали этим, по сотне раз заворачивали, а потом, а, всемирная слава. Ну, никто из нас от этого тоже не застрахован, просто относитесь к этому спокойнее. Не надо переживать по поводу отказов. Вот это вот как раз вопрос мотивации. Первое условие хорошей публикации – это наличие мотивации. В этом плане написание статьи, оно похоже на приготовление кулинарного блюда. И, как говорила моя бабушка, с плохим настроением к кухне близко не подходи. Блюдо, может быть, ты не испортишь, но семью потравишь точно. Потому что все твои негативные переживания, эмоции, все это передастся с едой. Удовольствия от этого не получишь. Ни от процесса, ни от результата. Здесь примерно то же самое. Должна быть мотивация, должна быть любовь к тому, что ты делаешь. Делаешь без любви, получается кое-как. Удивительно, но вот это состояние настроения, в котором мы пишем, оно передается через текст читателям. Вы знаете, когда работали не над статьей, а над книгой, тайм-менеджмент полный курс, готовили материал, у меня было несколько моментов, когда я уже устала от написания больших объемов текстов. Да, тексты получились хорошие отдельных глав или параграфов, качественные, все хорошо, но они писались без вот этого настроения, без подъема, без положительного какого-то заряда. Они получились хорошие, а вот часть материала была написана на таком эмоциональном подъеме, на притоке вдохновения. И самое интересное, что потом очень долго, да и до сих пор еще получаю обратную связь от читателей, которые не были в курсе этого. Когда спрашиваю, что самое интересное, что больше всего понравилось, они называют именно, указывают на те кусочки текста, которые писались на подъеме. А вот это было круто, а вот это зацепило. А вот здесь вот, хотя вроде текст одинаковый, написано одним и тем же стилем, но вот как-то, видимо, это передается. Поэтому настроение для нас важно. Такое мотивация и желание, а если есть мотивация, то и настроение будет. Такое необходимое условие хорошей публикации. Есть две категории начинающих, кому интересно и кого жизнь заставила. Ну, по принципу Паретта где-то так и делится, 20-80 процентов примерно. И так как большинство все-таки заставляемые, надо публиковаться, обязан публиковаться, должен публиковаться. Индекс Хирша для преподавателей – это обязаловка. Обязательно должны быть статьи для старших преподавателей сейчас вообще. Не знаю, как в ваших вузах, а в наших ввели. Обязательные условия – хотя бы одна минимум ваковская статья в течение года, иначе теряем по зарплате и санкции. То вопрос, как найти мотивацию. Есть два способа, как можно замотивировать себя. На самом деле способов много. Здесь я привожу только два. Это способ Саймона Мотрома. Мы о нем подробно говорили на нашем вебинаре, более подробно по тайм-менеджменту. Если будет интересно, потом в ходе наших вебинаров, как-нибудь еще раз повторю, к этой теме вернемся. И способ, его еще называют «5 почему» или «переход к ценности». Если я не вижу… Вообще он подходит не только для написания статей, но и для любого дела простого, нудного, рутинного, но необходимого, который все равно надо делать. Как втянуться в выполнение этой задачи? Задайте себе 5 шагов. 5 раз задайте себе, почему я это делаю. Мне нужно написать статью. Зачем? Что важного в этом для меня есть? Почему это для меня важно? Ну, потому что я не хочу подвести заведующего кафедрой. Почему я не хочу подвести заведующего кафедрой? Ну, потому что я собираюсь работать дальше и развиваться профессионально. То есть для меня и статья – это мой профессиональный рост. То есть буквально за 3 шага я перехожу от задачи «надо», «должен», «обязанно» писать статью до уровня ценности, значимости для меня. Мне это зачем? Вот лично мне, для меня это чем важно выполнение этой задачи. А это мой профессиональный рост. Кто-то доходит за 5 шагов. У каждого получается своя цепочка, своя ценность и свой вывод. Но как только мы вышли на вот этот уровень, можно остановиться. У кого-то бывает и 6 шагов. Обычно за 5 укладываемся. Это хороший способ. Потом просто цепочку вот эту можно рассуждение убрать, оставить первоначально. Я пишу статью для того, чтобы и последнее. Это мой профессиональный рост. Я уже немножко по-другому смотрю на эту задачу. Я уже понимаю, для чего, зачем мне это надо. Все замечательно, мотивацию нашли, энергия присутствует. Но, как говорил Ганс Илье, главная опасность в том, чтобы не начать писать слишком рано. Когда автору недостаточно аргументов, не достает аргументов, а энтузиазма хоть отбавляй. Вот здесь самый... Ой, Яна Юрьевна глянула в чат, увидела. Спасибо большое. Есть те, кто читал наши книги по тайм-менеджменту. Спасибо за отзыв. Так, Евгения Юрьевна Широкова. Печататься надо хотя бы на подоконнике. Да, но главное, чтобы подоконник был не скользкий, чтобы наша публикация оттуда не соскользнула. И следующий момент, вот такие 12 основных шагов, которые мы проходим, приступая к публикации. С чего начать? Первое – это выбор тематики и жанра публикации. В каком жанре мы планируем писать? Понятно, что по ходу работы, ближе к окончанию работы, это будет пересматриваться, естественно, будет меняться все, и тексты, названия, и много чего, и деталей, и содержания. Но надо с чего-то начинать, поэтому хотя бы примерную тему статьи или на какую тематику мы будем писать, на какой вопрос, какую проблему мы берем, конечно, в самом начале. Есть два способа, как выбрать тематику для статьи. И если проводим какое-то исследование или есть уже какой-то практический опыт, то мы берем материалы этой практики и на ее основании пишем статью. Если пока еще такого нет, ищем в состоявшихся своих же докладах и выступлениях. Очень хорошо, чтобы они уже были. Помните, на прошлом вебинаре мы говорили, уделили время, говорили про доклады, и я вам рассказывала про навигатор устных выступлений, докладов на симпозиумах, конференциях. Вот этот навигатор для публичных выступлений, если его составлять и хранить, и прописывать, это может стать уже основой для будущей статьи. Или хотя бы подсказать, собрать такой хаос мыслей разных выступлений, докладов, посмотреть и выбрать. Также полезно на различные конференции, семинары просто походить, послушать, о чем говорят, выбирать те тематики, которые интересны вам. Это тоже наводит на размышления и подсказывает какое-то направление. Тем более сейчас, когда очень много вебинаров, это тоже можно, не выходя из дома, посетить огромное количество конференций. И второй момент. Определяем жанр будущей статьи, изучаем информационное пространство, параллельно осуществляем поиск и выбор журнала. Эти два пункта можно объединять, изучая требования журналов, в которые собираемся отдавать нашу статью. Ну и дальше пошла работа с текстом. Тестирование – это пункт, который хорошо бы перед тем, как отослать статью в журнал и провести. Это может быть и устное выступление, а может быть и другие варианты. В конце об этом скажу. Дальше отсылка в журнал и обязательно мониторинг. Вот очень часто бывает такая ситуация, когда мы отсылаем статью в журнал и все, и тишина. Сейчас редакции, они не выступают, очень часто не выступают инициаторами обратной связи, могут только завернуть или отправить на доработку, если что-то. Но вот мониторинг дел, как обстоят дела с вашей публикацией, насколько идет процесс на той стороне, важно держать под контролем, не выпускать. Это зона вашей ответственности, вашего контроля. Дергайте редакцию, пишите, звоните, спрашивайте, держите на контроле. Потому что бывает так, что отказали, статью приняли решение не опубликовать, автора могут не оповестить об этом, он не знает. Поэтому вот этот вопрос, это на вашей стороне. Ну и последний пункт, самый главный, самый важный. По жанрам. Какие жанры научных публикаций бывают? Классификаций много, мы посмотрим только самые основные типы, которые выделяются. Обзорные статьи, информационно-аналитический и критико-аналитический обзор. Отличительная особенность жанра обзорных статей – это логический анализ, некое исследование предметной области, положение предметной области. И анализ либо всех, либо определенных в задаче обзора результатов, которые были получены другими исследователями. То есть к вопросу, был на прошлом вебинаре, а свою писать или брать информацию откуда-то, по чужим исследованиям. Вот, пожалуйста, если вы пишете обзорную статью, то вы базируетесь на результатах других исследований. Но выводы делаете самостоятельно. Информационно-аналитический обзор здесь больше упор идет в сторону информирования, а критико-аналитический здесь, конечно, больше объем текста будет на оценку результатов. И по кратко, по каждому из этих. Да, да, Евгения Юрьевна. Согласна. На стороне преподавателя. Ну, и студенты этому тоже нужно учить, уметь собирать эту информацию. Кратко по жанрам научной публикации. Значит, по примерно рекомендуемому процентному соотношению объема текстов. В обзорных статьях на результаты около 60%, ну, и остальные процент текста располагается примерно вот так распределяется. Значит, короткие сообщения. Что это за жанр? Это описание результатов исследований, эмпирических исследований, либо каких-то новинок, методического приема, например, обоснования которых уже даны в других работах. Либо это работы автора, либо это работы других авторов. Поэтому при обосновании целей и гипотезы данного исследования можно описание сократить за счет ссылок на эти имеющиеся работы. Короткое сообщение содержит только одну альтернативу. Есть гипотеза и есть антигипотеза. И с этой позиции и рассматривается тема, рассматривается, и излагается материал. Важно помнить, что в этом жанре не публикуются результаты пилотных исследований. То есть это должны быть надежные данные. Результаты этого исследования должны быть доказаны, валидные, репрезентативные. И только в этом случае мы можем писать короткое сообщение. Ну и здесь уже появляется такой раздел. Помимо результатов еще методика. То есть методика описания этого исследования должна приводиться. и допускается объединение результатов и обсуждение результатов в один пункт. Следующий тип жанра статей, в котором можно писать, это методологические и теоретические работы. Особенность жанра вытекает из названия. Обоснование, согласование различных представлений о предмете, методе исследования, обоснование направлений исследований, исследовательская программа. Ну и примерно здесь мы опять видим, раз работа теоретическая, здесь про методологию исследования уже речи не идет. Здесь основной упор в сторону теории, обоснования, сравнения и анализа. Про выводы. Вот к этим статьям есть небольшое требование. Число и содержание выводов должно соответствовать числу и характеру задач, которые мы ставим в введении. То есть здесь вот эта постановка, она присутствует. И соотношение должно быть. Как в студенческих работах следим, чтобы не было расхождений. Описание эмпирических исследований. Здесь опять появляется у нас методика. Обоснование отношения к исследованию гипотезы на основании полученных результатов проведенного исследования. И в методике приводится вот в этой части 30% от общего объема примерно все сведения, которые необходимы для понимания работы рецензентам и читателям. И все сведения, которые необходимы изложению методики проведения исследования, так, чтобы можно было провести, повторить это исследование, такое независимое повторение исследования. То есть вся процедура, описание методов, регистрация, как проводится регистрация показателей. То есть вот это здесь должно быть представлено. Различные статистические данные, критерии, перемены – это все должно быть отражено в методике. Тогда это правильно. Если предполагается наличие каких-то приложений, к этим статьям тоже можно его приводить, но это уже идет как дополнительный объем к основному. Общий объем может не учитываться. Статьи, описывающие что-то новое, какой-то новый прибор, программа, прием методический. Вот здесь обязательно введение чуть-чуть, может быть, побольше, и в введении обязательно нужно обоснование необходимости разработки этого нового или модификации уже существующего. То есть здесь должны быть крепкие доказательства, что это необходимо. И методика. Вот здесь тоже обязательно прописывается суть этого нового. Схемы, структуры, описание принципов действия, результаты тестирования, ход тестирования. Если необходимо, даются какие-то технические пояснения. И самое главное, в этой части не допускается сокрытие важных ключевых элементов описания методики. Например, если мы описываем какой-то тест, то ключи к тесту обязательно должны быть приведены. Сокрыть какую-то часть нежелательно, без которой повторить эту методику невозможно. Тогда пишем, выбираем другой жанр. Любовь Вениаминомна спрашивает. Да, проценты считала не я. Это экспертная оценка, взята из источников по научным публикациям, посвященной методологии научных публикаций. Так что да, это экспертная оценка. Но опять же, она носит рекомендательный характер. Это не строго сидеть и высчитывать по авторским знакам или по листам. Примерно, хотя бы какой процент желательно соблюдать. Это основные жанры, которые присутствуют, которые можно выбирать для того, чтобы опубликовать первую статью. Ну и самое главное, чтобы была крепкая доказательная база, были крепкие свидетельства, как говорил тот же Ганс Селье. До тех пор, пока свидетельства в пользу какого-либо научного факта недостаточно, публикацию следует отложить. Поэтому, если у нас чего-то не хватает, то предстоит еще поработать с информационным пространством, с информационным полем, собрать информацию, может быть, провести дополнительные эксперименты и только после этого статью отдавать в печать. И следующий, когда определились с тематикой энергии, хоть отбавляй, желание писать есть, жанр примерно выбрали. Да, по ходу написания статьи жанр может и поменяться, ничего страшного там нет. Следующий этап – это поиск выбора журнала и изучение информационного пространства. Эти два пункта можно совмещать. Пока подбираем материал, изучаем вообще информационное поле этой тематики, мы заодно и присматриваемся к журналам, к публикациям, к требованиям этих изданий, и наоборот, выбирая журнал, куда бы отдать статью, мы параллельно еще можем поизучать и информационное поле. ВАК или не ВАК, для аспирантов, диссертантов, соискателей – не вопрос, обязательно ВАК. Рецензируемые журналы. Для остальных – не обязательно, но предпочтительно, чтобы журналы индексировали. Хотя для самой первой студенческой публикации можно обойтись и без этого. Относитесь к этому просто как к тренировке своего стиля, тренировке, умении писать работы, работать с издательствами. Не стоит стремиться, как на одном из аспирантских форумов задали вопрос. Первая статья, научные статьи еще не писал. Как мне опубликоваться в Скопус? Скопус или в Apple Science сразу с места в карьеру лучше не замахиваться на Вильяма нашего Шекспира, а начать с простого, с более простого. Но, да, и перечень рецензируемых, если все-таки это ВАК, журналов и изданий. Актуальную версию обязательно регулярно нужно просматривать, потому что список меняется буквально за одну ночь. Поэтому обязательно официальный сайт ВАКа, смотрим, и ссылочку на всякий случай, если у кого-то нет, даю. Ну, как правило, уже у всех есть, но все-таки смотрите, количество журналов меняется с катастрофической быстротой в одну и в другую сторону. Что-то убирается, что-то добавляется. Появляется очень много электронных изданий. Периодических научных журналов, продолжающихся, рецензируемых ВАК, поэтому за этим тоже нужно следить. Вот этот этап следует начинать еще до того, как мы написали текст самой статьи. Не стоит писать просто так, потом куда-нибудь отдам, оставляя выбор журнала на потом выбор издания. У каждого издания свой спектр интересов тем требований, своя целевая аудитория, своя тематика. И если вы не попадаете, то, естественно, вам статью завернут. А иногда приходится переписывать кардинально, да, журнал по педагогике или журнал по экономике. И туда, и туда ваша статья подойдет, но акценты будут разные. И фактически у вас получится две совершенно разные статьи. Не стоит полагаться на замену отдельных слов. Если вы бухгалтеров поменяете на помидоры, то вряд ли ваша статья по тематике подойдет в сельскохозяйственный журнал. Вам ее, скорее всего, завернут. Иван Иванович спрашивает, какие сопроводительные документы нужны к статье, рекомендации кафедры, акты, экспертизы и другое. Чуть попозже скажу про рецензии. Могут потребовать от издательства рецензии. И по поводу сопроводительных документов, обычно в требованиях изданий они это указывают, если такие документы требуются. Если не требуются, а чаще всего не требуются, то только рецензии. И то в рецензируемых журналах, либо внутренняя рецензия, либо внешняя. Если требуются какие-то дополнительные сопроводительные документы, в требованиях изданий изучайте внимательно. Там это обычно указывают, что требуется. Значит, на что обращать внимание, если издание нас заинтересовало? Или, Борисович, чуть-чуть попозже. Ладно, с вопросом. Отвечу на вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, на что обращать внимание? Во-первых, если вас заинтересовало издание, обращайте внимание на выходные данные. Там обязательно зарегистрировано ли издание как средство массовой информации в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. В выходных данных должна быть указана дата регистрации издания, номер свидетельства о регистрации, название учредителя издателя, адрес редакции, фамилия главного редактора, тираж номера. Вот если эти данные есть, все нормально, в этот журнал можно публиковаться. Наличие ССН. Уникальный номер периодического издания присваивается Международным центрам в Париже. У приличных научных изданий, в которые стоит публиковаться, номер ССН есть. Есть электронный номер ССН. Это примерно то же самое, как и СБН для книг, для журналов и ССН. Про нумерацию на следующем вебинаре, в следующую пятницу, когда про скопус в App of Science пойдет речь, вот там мы про это, я вам еще покажу, как эти номера смотреть у западных изданий, если мы в эти журналы собираемся публиковаться. Периодичность выхода. Если вы публикуете статью под защиту кандидатской докторской диссертации, вот это очень важный пункт. Ну и также для аттестации, например, по кафедре для преподавателей. Не позднее какого-то срока должна быть статья. Оптимальный интервал – это когда ежемесячный выпуск у журнала. Это хорошо. В этом случае больше шансов на быструю публикацию научной статьи. Но номера закрываются очень быстро, поэтому это тоже нужно уточнять перед тем, как отдавать статью в редакцию. И часто издательства проводят дополнительные какие-то специальные акции. Бывают продлеваются сроки публикации приема статьи в текущий номер. Иногда возникают такие, как горящие путевки, как в турагентствах, да, не добрали. Я помню, у нас в УЗИ собирали статьи вузовские, сборник выходил у научных статей. Вроде было все очень жестко, все было ограничено. И в самый последний момент начался аврал, потому что несколько статьй не добрали, и нужный объем не получал. Все в срочном порядке, клич по всем, да, люди, кто может. Поэтому за объявлениями в печатных изданиях на сайтах издательств следите, выбирайте те, которые вас интересуют, отслеживайте эту информацию, она может появляться. Еще один важный момент, самый последний, да, связанный с периодичностью выхода, оперативность рассылки авторских экземпляров. Этот критерий может быть важен для соискателей, для аспирантов, которые заинтересованы в скорейшем получении печатного экземпляра, но и для преподавателей, для аттестации, аккредитации, это тоже бывает очень важно. Поэтому смотрите, насколько оперативно проходит авторская рассылка авторских экземпляров. Наличие или отсутствие процедуры рецензирования. Для первой студенческой работы это может быть нерецензируемый журнал, но лучше, чтобы была обратная связь, да, лучше с рецензией. Это позволит выявить узкие места и избежать ошибок в будущем, даже если статью завернут, даже если ее вернут, и мы получим отказ, мы хотя бы будем знать, что исправить. Одно из главных требований, вот, кстати, про документы, что требуется, да, к статье, Иван Иванович, вы спрашивали, вот, рецензия очень часто требуется, особенно если это ваковский журнал. В некоторых изданиях это одно из самых главных требований. Предоставление авторам научной статьи рецензии на свою работу. Это официальный документ, в котором сторонним ученым, как правило, это доктор наук, дается анализ представленного к публикации материала с точки зрения и содержания, и оформления. Многие редакции журналов могут потребовать и предоставления оригинала рецензии с подписью рецензента, печатью научного или учебного учреждения, в котором он работает, и здесь учитывать, что это тоже может затянуть процесс выхода статьи в журнале, особенно ваковском. Могут потребовать одну рецензию, могут потребовать минимум две рецензии, то есть здесь по процедуре рецензирования в следующий раз тоже про это еще раз напомню. Там может быть и внешнее, и внутреннее рецензирование. Если это свои рецензенты, внутренние журналы, там проходят быстрее. И вот вам пример, как смотреть информацию о журнале на примере вот этого научного журнала «Молодой ученый», с которого можно пробовать начинать публиковаться. Самые первые публикации, прошу прощения, для студентов вполне подходящий вариант. Можно попробовать потренироваться на нем. Вот посмотрите, справа такая карточка журнала. Это прямо на их сайте информация о самом издании. И вот все, о чем мы с вами говорили, и график выхода, и периодичность, и сколько уже на рынке научных публикаций, международный код, то есть все данные, они приведены здесь. Плюс есть еще отсылка на e-library к карточке журнала. А вот на e-library можно смотреть информацию о научных изданиях, которые вас заинтересовали в карточке журнала. Вот смотрим. В RINC этот журнал не индексируется, в Scopus не индексируется. Импакт-фактора RINC у него нет. Ну, соответственно, мы принимаем решение, будем мы здесь публиковаться или нет. Для тренировки, для начала, для самой первой статьи смысл, может быть, и имеет. Но в дальнейшем, если нас интересует индекс цитируемости, наш собственное повышение, то, скорее всего, мы скажем нет. Да, это будет просто потерянное для нас время. Когда изучаем информационное пространство, информационное поле, помним о законе Брэдфорда. Закон рассеяния информации, и он же относится и к научным статьям. Закон рассеяния научной информации и статей. Вот это свойство научных публикаций был открыт английским химиком и библиографом Самуэлом Брэдфордом в 1934 году. В журнале Engineering он опубликовал статью, в которой он проанализировал 248 журналов по электрохимии и выявил следующую закономерность, что есть три зоны, в которых публикации распределяются примерно по одной трети. Есть так называемое ядро. Это чисто профильные журналы, в которых аккумулируется одна треть всех научных публикаций по определенной тематике. Вторая зона – это журналы смежной тематики, в которых тоже встречаются релевантные публикации. Это тоже примерно одна треть. И еще одна треть публикаций встречается в журналах широкого профиля или общенаучного характера. Поэтому, если мы намерены изучить какую-то тематику основательно, то нам не стоит концентрироваться только исключительно на профильных журналах. Смотреть нужно все, отыскивать нужно все. Просматривать статьи нужно и в журналах узкопрофилированных, и в смежных дисциплин, и более широкого общенаучного профиля. Вот это даст нам возможность собрать более полную информацию и получить больше информации по той тематике, по которой мы пишем. Где еще можно искать, какие ресурсы есть, которые позволяют нам выбрать и журнал, и изучить информационное пространство. Так, коллеги, сейчас у нас здесь есть вопросы. Хороший вопрос от Натальи Олеговны. Так, сейчас мы к нему вернемся. Ага, спасибо. Татьяна Анатольевна, публиковаться нужно в журналах, говорит, что нужно, не требует готовых рецензий, а осуществляет этот процесс сами. На следующем вебинаре я вам скажу, в западных изданиях, индексируемых с Кокус и Web of Science, внешние рецензии они могут потребовать и очень часто требуют. В наших изданиях Ваковских тоже могут требовать внешние рецензии. Да, поэтому это правило существует, с этим можно столкнуться, но, конечно, удобнее, если рецензирует сам журнал. Вот здесь я с вами согласна. Во-первых, это быстрее. Значит, по информационному пространству и поле выбора журналов. Значит, периодически на наших вебинарах я такие вот вбросы буду делать. Постепенно мы подойдем к теме библиографического поиска, и там более подробные и еще дополнительные информации будем смотреть. Значит, есть СурРГБ. Российская государственная библиотека предоставляет своим читателям такую возможность воспользоваться сетевыми удаленными ресурсами. Это базы данных, размещенные на удаленных серверах и доступные через интернет. Ссылочку я вам тоже в чат на всякий случай сейчас попробую скинуть. Получилось. Сюда включены иностранные источники и части российских, которые входят в сетевые ресурсы и размещены в таком сводном перечне полнотекстовых источников. Как это выглядит? Выглядит это примерно вот так. И есть возможность, некоторые источники предоставлены в свободный доступ. Некоторые имеют лицензионный доступ, но можно работать из помещения РГБ, с площадки РГБ. У некоторых есть ограниченный доступ, то есть часть информации открыта. Ну и здесь самое интересное, можно посмотреть, какие типы ресурсов в этих источниках представлены. Где-то реферативно-библиографические, а где-то и открывается полнотекстовый доступ к этим материалам. Также можно получить такой сводный перечень полнотекстовых источников РГБ, позволяет осуществить поиск тематический по интересующим темам знаний. Есть еще один расширенный поиск по информационным ресурсам Эпска. Здесь также тематическую выборку можно делать интересующих нас тем. и можно получать таким образом доступ к полнотекстовым мультидисциплинарным базам данных Эпска.Хост, электронные книги издательства Cambridge University Press, коллекции диссертаций зарубежных, электронные книги ProQuest и Book Central, и архив пяти зарубежных газет из коллекции ProQuest Historical Newspapers. То есть достаточно большая база, которой можно пользоваться для изучения информационного поля, особенно не иностранных публикаций по интересующей тематике. Ну и если кому-то нужно, ссылочки я вам сейчас попробую в чат скинуть на всякий случай. Так, и расширенный поиск Эпска. Здесь только требуется авторизация. Для того, чтобы пользоваться этими ресурсами в открытом доступе не все, требуется читательский билет РГБ. Ну и наша любимая, конечно, Киберленинга. Во-первых, почитать статьи, познакомиться, насколько широко представлена информация по той тематике, которой вы хотите заниматься, плюс присмотреться к самим журналам, к самим изданиям, к тем статьям, требованиям к стилю и прочему, которые есть в данном ресурсе, к тем статьям, которые в этих изданиях были опубликованы. Еще один ресурс, про который мы забываем, но который очень хорошо работает и для изучения публикаций, и для выбора издания. Это сетевые сообщества, команды. На прошлом занятии, вебинаре, я вам рассказывала про команду Росоупроколхоза. На позапрошлом, когда говорили про тайм-менеджмент, вот такая распределенная команда, преподаватели и авторов электронных курсов из различных регионов. Есть общий проект, над которым мы работаем, но параллельно возникают еще дополнительные вопросы. Например, стал вопрос о публикациях, и люди начали делиться теми сборниками, которые выходят в их вузах, предлагать описывать условия. То есть начали собирать такую информационную базу. Во-первых, это очень удобно. Если это издание издается в моем университете, то я и процесс мониторинга могу осуществить, и с рецензиями, если понадобится, внешними, например, помочь. И вообще это удобно, отслеживать сам ход публикации, узнавать какую-то актуальную информацию. То есть вот это ресурс, который недостаточно используется. Ага, спасибо, коллеги, про ссылки проверю. В следующую пятницу дам вам актуальные. Спасибо, что написали. Если что-то не открывается, пишите, пожалуйста, сразу в чат. Вчера у меня открылось, было все нормально. Сегодня буду проверять. Ну, интернет, техника, все бывает. Проверю ссылку, что там изменилось. Спасибо. Если что-то возникает, обязательно в чат пишите. Ага, все, услышала, услышала, коллеги. Поэтому вот такие сообщества, вот такой обмен мнениями, обмен журналами, обмен информацией о публикациях, он значительно упрощает процедуру и выбора издания, и процедуру прохождения подготовки статей под требования. Ну, и плюс какие-то горячие вакансии, горячие путевки в очередной номер тоже легко закрывать, когда знаешь, куда кинуть и где есть интересующиеся люди, которым нужны публикации. Значит, по требованиям журнала обязательно проверяйте, тем внимательно вычитывайте требования журнала, которые возлагаются. Вот на примере требований к публикациям в журнале «Молодой ученый» Здесь все вполне корректно, понятно, компактно. И есть еще одна интересная фишка, которая называется «Помощник оформления библиографических ссылок». То есть если у нас есть затруднения с оформлением ссылок, и мы планируем подавать статью именно в этот журнал, то вот здесь в соответствии с теми требованиями, которые они предъявляют к ссылкам, можно, такой вот генератор есть, которым можно воспользоваться и оформить правильно ссылки, чтобы не возникало проблем. Не во всех изданиях, к сожалению, это есть, но здесь вот оно присутствует. В том числе и на прошлом вебинаре у нас был вопрос по электронным ресурсам. Вот оформление ссылок на интернет-ресурсы здесь тоже присутствует. Тоже можно оформить правильно и не бояться, что вам завернут статью, потому что вы что-то оформили не так. Вот это очень удобно, это правильный подход со стороны журнала. Значит, структура научной публикации. Есть схема, аббревиатура, вот это АМРЭД, аббревиатура слов, которые отражают общую принятую структуру научной публикации. Не только в западных изданиях, но и отечественные издания тоже на нее ориентируются. Впервые статьи в этом формате стали появляться в конце XIX века. Так что схема отработана веками. Сейчас она стала общепринятым стандартом академических журналов, и западные и российские следуют этому требованию. Не является, хоть это и стандарт, но строго обязательно не является. Он носит, скорее, рекомендательный характер. Понятно, что могут быть исключения и специфика статьи, и специфика издания. Но в целом свою силу он соблюдает. Потому что здесь оптимальное соответствие логики изложения материала в научной публикации. На него можно и нужно ориентироваться, если мы хотим повысить шансы, чтобы наша статья попала в журнал. Да, вот эти два раздела «Результаты и анализ» иногда объединяют в один. И элементы, на которые структуры научной статьи, на которые также следует обращать внимание, приведены здесь. Заголовок, аннотация, выбор ключевых слов. Ну, а дальше уже по введению основной части заключения списка литературы. Это уже больше к Аймреду относится. Про заголовок, аннотации, ключевые слова забывать не стоит. Это тоже важные элементы структуры научной статьи. Для заголовка есть правила хорошего тона, которые следует соблюдать. Длина заголовка не должна превышать 10-12 слов. С длинными названиями заголовки цитируются меньше. Проводился эксперимент, который доказал, что заголовки с длинными названиями цитируются гораздо меньше, чем те, которые соответствуют этим требованиям. При этом высоко цитируемые журналы могут ставить жесткие ограничения на длину заголовка. Это в требованиях журнала может быть указано. Длина заголовка не более. Чаще длинные заголовки встречаются в исследованиях, которые уже дополняют уже изученную область. А вот новые открытия обычно используют более короткие, более емкие заглавия. И короткие заголовки, понятно, легче воспринимаются широкой аудиторией. Мусорных слов не должно быть. И еще три момента, которые должны быть в заголовке присутствовать. Отражать содержание статьи. Должна быть интрига привлекать внимание читателя. И желательно, чтобы ключевые слова или хотя бы одно слово в заголовок попадало. Это упрощает систему поиска. Но опять же, интрига. Здесь самое главное не увлечься, потому что это не жанр популярных статей. Поэтому интрига должна быть, но в меру. Все в меру. Ну и краткость «Сестра таланта». Кстати, самый длинный заголовок научной статьи на немецком языке содержал 45 слов. Самое длинное слово в названии было то, которое в русском языке выражается тремя словами. Но короткий заголовок – это не единственный ключ к успеху нашего заголовка. Это скорее один из факторов. Тем более, что здесь тоже главное не перестараться. Краткость, конечно, «Сестра таланта», но не всегда она играет в нашу пользу. Ну вот, например, реальные заголовки реальных статей с переводом на русский язык из медицинского журнала. Вот о чем эти статьи? Сразу понятно становится. А-а. О чем угодно. Вот это может быть о чем угодно. Или еще один заголовок уже из российского «Вестника», не буду говорить какого университета. Но статья называется вот так – «Моделирование». У меня почему-то сразу ассоциация возникла с журнала «Моделист-конструктор», который в детстве постоянно болтался по дому. Моя коллега, которая занимается дизайном одежды, сказала, «О, это дизайн одежды». Оказывается, нет. То есть из названия непонятно о чем. Оказывается, вот оно что подразумевалось. Поэтому очень важно не только правильно составить заголовок, но и написать аннотацию. Про аннотации мы уже на следующем вебинаре, в следующую пятницу поговорим. Когда будем говорить про… Зато все сунутся. Или пробегут мимо, Юлия Андреевна. Я подумаю, что это про дизайн одежды, пробегу мимо, а оказывается это то, что было нужно мне. Поэтому здесь очень-очень осторожно. Сочетание принципа интриги. Интрига должна быть, согласна. Но и отражение сути статьи. Иначе вы будете тратить время на просмотр спама такого публикационного, что будет вызывать у вас недовольство. Скорее всего, вы эти статьи просто будете пролистывать. Поэтому очень важно еще грамотно написать аннотацию, так чтобы в аннотации было понятно, расшифровано, о чем эта статья. Самое основное. На следующем вебинаре такие примеры аннотации покажу. Или вот еще название статьи. Действие антибиотиков на бактерии. Какие антибиотики? Какие бактерии? Понятно, о чем эта статья. Непонятно. Хотя мусорных слов нет. Всего три слова. Дай один предлог. Понятно, что все рассмотреть было невозможно. Заголовок требует доработки. Как это можно представить? Например, рассматривается определенный набор антибиотиков в действии бактерий. Предварительное исследование эффекта некоторых антибиотиков на разные виды бактерий. Уже получше, но тут появились мусорные слова. Некоторые разные виды тоже не совсем пойдет. Какой эффект? Формулируем дальше. Влияние перечисленных антибиотиков на бактерии. Либо, уже более понятно, либо еще лучший вариант показать полезность этого действия. Последние два варианта названия этой же статьи. Здесь понятно, есть угнетение роста, подавление роста, каких бактерий с помощью каких антибиотиков. Это статья для ядерного журнала узкой направленности, узкопрофильного, либо для второй зоны закона Брэдфорда, журналов смежной направленности. Евгения Юрьевна, подзаголовок на что? Скорее, аннотация. Подзаголовок не всегда принимается в статью. Заголовок. Указывайте лучше в заголовке. Следующий момент, на который следует обращать внимание, такой ключевой момент при подготовке статьи, это ключевые слова. Откуда их брать? Объект исследования или объекты цели, характеристика объекта исследования. Вот отсюда мы выбираем ключевые слова для включения их в список, из методик исследований, если на них делался упор, и результаты. Вот это те части статьи, из которых имеет смысл брать ключевые слова. В названии есть споры, надо ли в заголовок статьи, в названии статьи включать ключевые слова, или этого не нужно делать. Смотрите на требования издательств, там может быть оговорено, что обязательно или не обязательно, но это связано с поиском информации, поэтому хорошо, если одно или несколько ключевых слов есть, но опять же, с ключевыми словами не стоит перебарщивать. Они могут быть включены в текст работы, а могут быть не включены в текст работы. Это поисковый запрос, по которому будет осуществляться поиск и реферативными базами, и внешними пользователями, пользователями сети интернет. Ваши статьи, по каким ключевым словам вы сами бы свою статью стали искать? Потренируйте, потестируйте на других, как они будут искать по этой тематике вашу статью. Количество ключевых слов, рекомендуемое 6-8. Опять же, проводился кардфельдский эксперимент, который показал, что при возрастании количества ключевых слов с 6 до 8, процент видимости текста и открываемости статьи увеличивается с 65 до 81%. То есть можно и 3 ключевых слова привести, но 6-8 – это оптимальное количество. Могут быть однословные, могут быть в виде словосочетаний по-разному. Что не используется в ключевых словах? К ней используется инверсия за следующим рядом исключений. Текст приведен здесь, можно будет потом посмотреть по слайду. Имена собственные. В конце точка не ставится, и пишется сначала фамилия, имя, а потом уже, и не через точку, не через точку, не через запятые. Список ключевых слов включается именно в таком порядке. По подготовке есть еще много рекомендаций для поиска ключевых слов. Если кому-то нужно, есть интерес, вы мне, пожалуйста, напишите. Я тогда вам на следующий вебинар эту ссылочку скину. Есть интересная дискуссия по поводу ключевых слов, их подбора и составления. Просто сейчас мы подробно уже на этом просто не успеем остановиться. Либо на следующем вебинаре рассмотрим, либо вы мне напишите, я вам эту ссылочку дам, чтобы у вас документ был под рукой. Процесс работы над текстом, опять же, кроли сетевых сообществ и команд, распределенных команд. Опять же, живой пример из жизни нашей группы под смешным названием «Рособорколхоз». Коллеги пишут статью. Тут же эта статья выкладывается в нашу группу. И вот, пожалуйста, и этап тестирования этой статьи, и свежий взгляд, и помощь, корректировка, замечания, такое взаиморецензирование, оно проходит уже на этапе работы этой статьи, еще до отсылки ее в журнал. То есть это значительно упрощает такой коллективный разум использования, такое взаимодействие. Оно значительно упрощает подготовку статьи к печати. Всегда есть сторонний взгляд, и не надо бегать искать, кто сможет прочитать. Выложили, получили обратную связь, причем очень быстро. И мало того, что обратную связь, еще и помощь в подготовке этой статьи. По ресурсам, чем можно пользоваться? Вот структуру своей статьи можно разрабатывать с помощью различных ресурсов, один из них – Workflow. Ресурс интересный, русскоязычный вариант тоже присутствует. Можно составить структуру и поработать, структурировать текст, который мы пишем. Еще один ресурс, который нужен при работе с текстом – StopSlov. Адрес StopSlov.net. Он помогает вычленить нам вот эти мусорные слова, убрать их из нашего текста, и заголовки тоже можно также проверять. Ну, знакомый всем Глафред, если кто-то не знает, хороший ресурс для проверки нашего текста. Но, опять же, обращайте внимание, что не для всех типов литературы он подходит, не для всех типов текстов. И в научных текстах он также может некоторые слова, определенные термины, как нежелательные указывать. Поэтому на это обращайте внимание. Но в целом он помогает избавиться от лишнего мусора, от лишнего шума, убрать повторения, то есть достаточно удобный. Индексы читабельности текстов, индекс флэша и индекс фога. Важно учитывать, когда мы пишем нашу статью, так чтобы ее уровень соответствовал читабельности, соответствовал требованиям для научной литературы. У флэша это где-то от 0 до 30, и по индексу фога это где-то примерно 16-17. Что это такое, если интересно, на следующем вебинаре расскажу. Кстати, с помощью уровня читабельности текста можно определить с помощью того же Word. Вот, например, Word 2010 есть. В 7-м, по-моему, не было, не помню. А в 10-м есть установить пару галочек в параметрах, показывать статистику удобочитаемости. И при проверке текста он вам эту статистику будет выдавать. Только помните, что сначала он проверит все правописание и только после этого запустит статистику удобочитаемости текста. И вот вам, пожалуйста, легкость чтения. 74 – это не уровень научного текста, это уровень простого. Популярного текста уровень где-то, может быть, 10-го, 8-го, 10-го класса. Ну и уровень образования. Вот здесь хорошо, чтобы приближалось к 20-ти. Здесь достаточно низкий, но это скорее текст такой популярной статьи, либо для средних и старших классов. Ну, для колледжа подойдет. Значит, по тестерам. Есть тестеры, которые помогают определить вот эти уровни сложности и читабельности текста. Почему на это следует обращать внимание? Текст должен быть научный, да, но не перегружен терминами и сложными предложениями, сложными фразами, так, чтобы его невозможно было понять. То есть не только заголовок должен интриговать читателя, но и текст. А вот эти два индекса и способ их проверки, он помогает нам от... Наш текст привести к нужному состоянию, да, вот этого баланса научности и интриги, интереса. И есть тестеры. Прошу прощения, коллеги, камера немножко сползает. Есть тестеры, в которых онлайн, в режиме онлайн можно проверить вот эту сложность нашего подготовленного или текста целиком, или по частям. Один находится на... называется интерактивный аудит сайтов некоммерческих организаций, но тексты очень хорошо проверяет. Второй тоже туда же относится, оценка читабельности. И третий это для текстов на английском языке. Вот он... есть разница между русскоязычными научными тестами и англоязычными научными тестами. Также вот индексы Фога и Флэша, они для русско... сначала разрабатывались для англоязычных текстов и не совсем подходили под наши особенности. Поэтому они были доработаны. И вот то, что встречается уже в программах в том же Word, это уже с учетом доработанных индексов. Да, коллеги, эти тестеры бесплатные. Тестеры бесплатные, пользоваться ими можно спокойно. Единственное, там может быть ограничение на ввод текста. Где-то до 500 может встречаться не весь текст целиком, не все 12 страниц, а где-то до 500 символов. Но этого вполне уже достаточно для того, чтобы понять читабельность и читаемость всего нашего текста. Даже по этому кусочку. Ссылки на тестеры здесь есть. Может быть, могут быть неактивны. Сейчас посмотрим. Так, да, давайте сейчас вам вот эти ссылочки на тестеры скину. Второй. Второй и третий для англоязычных текстов. Проблема, с которой мы можем сталкиваться при подготовке статей, это проблема ссылок на электронные ресурсы. Как указывать, на прошлом вебинаре был вопрос, я помню, в чате, про оформление ссылок или список источников, как делать описание на аудиовизуальные материалы, на электронные ресурсы. Вот про это мы тоже с вами поговорим. У нас отдельные будут вебинары по библиографическим описаниям и по ссылкам. Мы там более подробно на этом остановимся. Есть ГОСТ 2001 года, который должен регламентировать правила и стандарты описания электронных ресурсов. Но, к сожалению, по ГОСТам я специально смотрела образцы описаний, выборку такую сделала. Всего два сетевых ресурса. Можно найти ресурсов удаленного доступа, образцы описания в ГОСТе, который посвящен вопросам описания электронных, самих электронных ресурсов. Но он безнадежно уже устарел. В 2003 году вообще только одно описание и то на CD-диске. Сейчас, по-моему, мы CD-диски редко когда вставляем в описание использованных источников. Чаще это ресурсы удаленного доступа. Есть варианты, как можно составить описание, опять же, не отходя далеко от ГОСТов, не нарушая основных законов. Да, спасибо, Вера Валерьевна. Это именно он и есть. Мы с вами рассмотрим на следующих вебинарах. У нас будет по библиографическим описаниям, по ссылкам. Вот там этот вопрос про электронный ресурс я вам тоже расскажу. Это один из примеров, как можно составлять описание. Но, возможно, он вам поможет. Естественно, здесь требования вузов могут отличаться от тех требований, которые предъявляют ГОСТы. Так же, как и требования к описаниям источников, к пристательной библиографии в разных изданиях могут отличаться. Поэтому еще раз напоминаю про ГОСТы. Но ориентируемся в основном на те требования, которые предъявляют сами издания. Общие требования к тексту сейчас озвучивать не буду. Почитайте в презентации. Это выборка, которую я сделала, сравнив 34 требования разных изданий к научным публикациям. В чем-то они сходятся, в чем-то различаются. Основные требования, которые в большинстве из них, где-то 28-29, они были примерно одинаковы. То есть это требования к вопросам оформления и форматирования. Ну и, наконец, схема. Когда статья уже готова, как проходит, что происходит с нашей статьей дальше после поступления отправки в редакцию. После поступления статьи в редакцию сначала оценивается ее соответствие профилю издания. Затем идет процедура рецензирования. Либо внешняя, либо затребует внешнюю рецензию, но чаще всего внутренняя. И принимается решение. Либо зеленая галочка уходит на публикацию, либо отправляется автору на переработку. После переработки внесения корректив, либо отказ. Вот три варианта, которые здесь возможны. В некоторых издательствах сразу отказывают, в некоторых дают возможность исправить статью. После переработки процедура повторяется. Опять же, редактор принимает решение либо сразу в публикацию, либо отказ, либо отправляет на рецензирование. Окончательное рецензирование. И последний этап. Либо отказ, либо публикация, либо повторный возврат автору на переработку. Не все издания повторно возвращают статью на доработку, но такой шанс есть. Поэтому здесь очень важно мониторить, отслеживать этот процесс прохождения вашей публикации по этапам. Это, опять же, стандартный вариант, стандартная схема. В разных издательствах, изданиях могут быть свои нюансы. Это тоже надо отслеживать. Поэтому очень хорошо, если мы публикуемся в каких-то вузовских сборниках, в вузовских журналах, вестниках, своих вузов, либо вузов коллег. Тогда есть возможность вот этот цикл понимать изнутри, отслеживать. Есть кому задать вопрос. Есть больше возможности проконтролировать на этом этапе. И, опять же, роль сетевых сообществ, команд и групп здесь возрастает неимоверно. Совместными усилиями вот этот процесс и выбора издания, и подготовки материала, соответствующего требованиям изданий, и контроль и мониторинг прохождения статьи по всем инстанциям, и возникновения каких-то новых вакансий, горящих вакансий в журналах, срочных публикаций, отслеживать гораздо легче, легче получать обратную связь. Если нужна внешняя рецензия, здесь ее получить гораздо легче, если действовать совместно. Если сидеть поодиночке, конечно, это превращается просто иногда в каторжный труд. Совместное действие – это наше с вами все. Обмениваться курсами, новыми статьями, новыми положениями. А сейчас, когда идет чистка журналов в том же Ринц, вы знаете, наверное, более 300 журналов уже убрали, 700 еще на очереди постепенно убирается. Индекс Хирша летит белым лебедем над Парижем. Потому что все статьи, которые были опубликованы в журналах, изъятых из базы Ринц, не индексируемых сейчас, они автоматически убираются. Поэтому это тоже тот пункт, за которым нужно следить. В одиночку вот это, а если говорить про скопсы в App of Science, там тоже это присутствует. Рецензируемые и нерецензируемые журналы в списке ВАК – за этим тоже нужно следить. Лучше, если это делается совместно. Кто-то увидел важную информацию, сообщил коллегам – увидели. В общей ленте новостей, в тех же соцсетях это сделать… Тоже информация очень часто теряется. Поэтому обещанные сюрпризы, обещанный подарок и обещанный вопрос. Коллеги, нужна ли нам с вами такая группа по авторским публикациям, по материалам, где можно было бы делиться ссылками, где можно было бы работать над статьями? Да, да, совершенно верно, Наталья Олеговна. Одиночку делать – это безумно, и вопрос, да, когда же это все успеть, когда найти на это все время. Так, коллеги, обещанный подарок. Группа такая уже создана. Ссылочку даю вам. Закрытая группа для авторов научных публикаций. Но там, я предполагаю, еще какие-то дополнительные фишки, то, что будет… Тоже буду размещать что-то, связанное с визуализацией, с учебным процессом. Возможно, тоже в эту группу буду размещать. В одиночку… В одиночку… Да, Эльдар Эдуардович, совершенно согласна. В одиночку ничего сделать невозможно. Вот на примере нашей распределенной команды я в этом убедилась. Буквально вчера за пять минут решили вопрос, над которым человек бился не один час. Искал нужный инструмент для реализации своих затей по визуализации. У меня эта ссылка сидит спокойно в закладках. Мне ни к чему. Человек часы потратил на то, чтобы ее найти. Когда я прочитала это в группе, я говорю, так вот, пожалуйста, на тебе, берите пользу. Смотрю, уже многие коллеги начали этим пользоваться и получать хорошие результаты. Поэтому, конечно, сообща и совместно, хотя бы на уровне информирования и взаимопомощи, это делать гораздо проще и легче. Поэтому вот эту группу мы создаем. Она вот только-только свеженькая, только-только созданная. Сейчас еще правила пропишу для нашей группы. Она будет закрытая. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И какие-то вещи, которые мы не успеваем рассмотреть на вебинаре, мы можем рассмотреть там. Причем совместными усилиями. Я тоже не на все могу найти время, возможность ответить. Там нам это будет гораздо проще сделать и совместными усилиями провести те же дискуссии и найти верные решения. Поэтому приглашаю всех в такую группу, создаю ее для нас. Вебинары не отменяет, естественно, но продолжать общение мы можем там. Уже начинаю буквально с ближайших дней. Так, Наталья Олеговна спрашивает, это бесплатно? Участие в группе, конечно, бесплатно. И все материалы, которые мы там делимся, они бесплатны. Как можно присоединиться, Марина Алексеевна, по ссылке запроса одобряем. Группа закрыта и все, и вперед. Присоединяйтесь. Будем обмениваться, будем общаться. И, коллеги, я думаю, что сегодняшняя информация поможет начать, кому-то, может быть, продолжить публикационную активность. Про индексы Хирш, про индексы журналов, про скопус, веб оф сайенс и частично про РИНС. Мы затронем эти вопросы на следующем вебинаре, который будет у нас в следующую пятницу. Потому что в одно все уместить невозможно. Ой, что это у нас? Презентация устала. Все в один вебинар разместить невозможно, поэтому мы наше общение с вами продолжим. Значит, по Яна Юрьевна спрашивает, есть ли свежий учебник для написания... Посмотрю немножко по вопросам, что у нас здесь есть. Есть ли свежий учебник для написания научной статьи и ее публикации? Вот как раз хороший вопрос для группы, коллеги. Что есть нового? Именно учебник или учебное пособие для написания научной статьи и ее публикации? Самое время, самый хороший вопрос, хороший повод начать делиться в группе. Айнура Айиповна, группа на Facebook, поэтому через Facebook присоединяемся, заводим аккаунт и присоединяемся к нашей группе. Так, сообщение падает, и меня выкидывает. Да, научные статьи. Вот про учебник в группе буду отвечать. И коллеги, у кого есть тоже предложение, знаете, хорошие источники, которые могут помочь с публикациями, тоже, пожалуйста, размещайте информацию там. Но только, пожалуйста, большая просьба, не просто кинули репост или ссылку на что-то, а хотя бы краткий комментарий. Смотрели ли вы ее сами, что там самого интересного. Какую-то полезную информацию, чтобы не тратить время на открытие материалов. Так, вопрос был про вебинар. А, Евгения Юрьевна спрашивает, нам бы вебинар по ключевым словам у нас в библиотеке дискуссия. Очень хорошо, Евгения Юрьевна, хорошо бы узнать поподробнее про дискуссию. Отдельный вебинар посмотрим. Либо отдельный, либо кусочком где-то эту информацию. Я вас услышала. Нужны ключевые слова. Так, что у нас еще в вопросах? Да, ссылки. Спасибо, коллеги, кто посмотрел. Проверю еще раз в пятницу, вам скажу. В авторитетных изданиях. А, процесс слепого рецензирования, Татьяна Анатольевна. Да, 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 да. Про готовые рецензии на следующем вебинаре тоже скажу, да, про скопсовские. Да, кстати, по поводу платных услуг мы этот вопрос немножко с вами обошли. Здесь тоже очень важно, обращайте внимание, вот был на прошлом вебинаре вопрос, в какие издания не надо публиковаться. Те, в первую очередь, те, которые за ваши деньги гарантированно 100% обещают публикацию в издательстве, в изданиях рецензируемых, реферируемых, РИНС, ВАК и прочее. 100% платные услуги могут быть за переводы, за дополнительные услуги, за подбор ключевых слов, за составление библиографических описаний. Часто это делается бесплатно, это входит в редакторскую работу. Но могут и на уровень платных услуг выводить, рынок есть рынок. Но 100% гарантии, даже наличие платных услуг вам не дает, что ваша статья 100% будет опубликована в этом издании. Поэтому, если вам такую гарантию дает, не скажу, бегите как от огня, но очень-очень осторожно, чтобы не потратить деньги в пустыне. Консультировать. Наталья Олеговна задает хороший вопрос. Есть ли соображения, как эту махину знаний и инструкций перевести? Ага, автоматизировать. Любимый вопрос, наверное, Наталья Олеговна посещает вебинары Ереи Николаевича Белоножкина, да, про роботов, ботов. Прямо слышу, да, вопрос. Которые будут обучать, консультировать, даже контролировать этот процесс. Не столько исследованием занимаемся, сколько постоянно боремся с незнанием правил и требований. Да, процесс автоматизировать можно. Боты, хорошая идея. Кстати, не первый раз у нас уже возникает. Автоматизация контроля, мониторинга, быстрые ответы на вопросы. Плюсы не вот эти гигантские файлы и страницы с фагами, да, где приходится еще и в самих фагах искать нужный вопрос, чтобы найти нужный ответ. А как-то этот процесс сделать более простым, более понятным и более быстрым. Кстати, очень хорошая идея. Спасибо, Наталья Олеговна. Будем пробовать ее в нашей новой группе реализовать. Спасибо за подсказку. Кстати, это можно сделать достаточно просто. Юлия Борисовна спрашивает, если так удобно, могу ли я написать часть статей по философии, педагогике, философские журналы ВАГ. Будет ли это учитываться для защиты по специальности педагогика? Будет ли это учитываться? Лучше уточнить сразу у научного руководителя, либо задать вопрос. Опубликовать можно. Опубликовать можно. Вот это лучше уточнить у своего научного руководителя, либо у членов тестационной комиссии, там где будет проходить защита. Будут ли они это учитывать? Вообще, на сайте. Вопрос хороший, спасибо. Посмотрю, даже самое стало интересно. Насколько я помню, у коллег подобная ситуация была, вот сейчас вспоминаем, там связанная с экономикой, у них засчитали. Но это было где-то год, 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 полтора назад. Сейчас посмотрю, изменилось ли или нет. Про сопроводительное. Так, вроде с вопросами мы разобрались. Вопросы вроде все просмотрела. Коллеги, если чей-то вопрос пропустила, не обижайтесь, распечатку чата попрошу, посмотрю обязательно, что еще у нас осталось. Так, во вкладке вопроса есть вопрос от Юлии Андреевны. На каком этапе обучения обычно пишут первую научную статью, как продолжение курсовой, дипломной работы? На разных. У меня студенты уже на первом курсе начинают писать научные статьи. Ко второму курсу мы ее пишем, да, и на втором курсе мы ее уже публикуем, то есть еще до курсовой работы, до написания курсовой работы. Выступление с докладом, желательно не одно, устные выступления, доклады, и на основании этих докладов, то, что я сегодня говорила, мы поэты. Эта схема со студентами уже пробована, то есть он к курсовой работе уже подходит, у него уже есть опубликованные статьи, хотя бы одна, пусть это не ринцевский сборник, тем более не ваковский, но сборник конгресса, сборник какой-то конференции, да, он уже подходит с печатной работой, он уже отрабатывает вот этот стиль, научный стиль изложения текста, ему легче писать курсовую работу. Мы в прошлом году со студентами попробовали, в этом продолжаем, уже подходим, там интересная работа может получиться. Поэтому чем раньше, тем лучше, конечно, но писать на пустом материале, на первом курсе, когда нет еще сложившегося понимания, что я здесь делаю, не у всех студентов, не всегда это получается, тем более наработанного материала, не всегда это бывает возможным. У всех по-разному, но мы вот начинаем уже ко второму курсу, уже материал собирать, уже статью готовить, конечно, помогаю, подсказываю, но практически пишем самостоятельно. Так, и коллеги, значит, если... Если вопросы еще есть, пожалуйста, пишите в чат, если уже все, тогда сейчас посмотрю еще завершение. Ага. Так, как выбрать научного руководителя, возможно ли дистанционная совместная работа? Юлия Андреевна, можно, возможно, дистанционная совместная работа, и такой опыт у нас есть. Приходите в группу на Фейсбуке, сейчас просто мы иначе затянем очень сильно наше время. Я вам расскажу, или, по-моему, вы сегодня, по-моему, с вами мы уже переписывались, если нет, напишите мне письмо, но, по-моему, мы с вами переписывались. Да, да, тогда я вам в письме расскажу, как это можно сделать. Ну, и в группе тогда тоже можно будет написать. И то, и другое можно, и опыт, такой успешный опыт дистанционной совместной работы есть. Да, есть чем поделиться. У моих коллег, сразу скажу. Так, Наталья Олеговна у нас спрашивает, что такое Рособорколхоз. А, это проектная группа, о которой я начала рассказывать, когда у нас был вебинар по тайм-менеджменту. Это распределенная команда преподавателей, авторов электронных курсов, авторов статей, например, портала Текстера. Там много интересных людей, связанных с разработкой онлайн-курсов, которые собрались для реализации одного проекта. И постепенно вот эта идея, она вышла за рамки уже проекта, превратилась в такую сетевую распределенную группу, которая помогает друг другу, не только работая над конкретным проектом. Открываются новые темы, новые направления, появляются предложения. То есть это вот такое интересное сообщество, практикоориентированное сообщество, которое помимо реализации одного проекта, еще реализует ряд задач, которые возникают по ходу. Вот я сегодня вам приводила пример с публикациями, с журналами, с помощью в подготовке статей. И, естественно, все это делается на добровольной основе. Я помогаю коллегам, потому что я знаю, что завтра возникнет такая же проблема у меня. Я знаю, куда метнуть свой текст и попросить их, например, потестировать эту статью, почитать свежим взглядом. Это очень ценная вещь. На последние два вебинара Андрей Владимирович не зашел, так как кому-то переполнено. Андрей Владимирович, увы, я рада видеть всех, но да, бывает такое, не знаю, радоваться или огорчаться. Ничего страшного, если зарегистрирована и придет запись, ну, сегодня вы с нами, и я рада вас видеть. Надеюсь, в будущем тоже встретимся. По тематике это философия по цели публикации защита. Ели Борисовна, надо исходить из цели. Публикации, если вам это нужно для защиты диссертации, тогда лучше ориентироваться не на философские журналы, а которые подпадают под эту специальность или рекомендуется. Лучше переговорить по этому вопросу с научным руководителем. Если затруднения есть, вы тоже мне напишите, пожалуйста, на почту. Возможно, я вам посоветую, кому можно обратиться по этому вопросу, чтобы здесь есть нюансы, чтобы учесть все нюансы и принять верное решение. Будет ли доступен чат с телефона ссылки, копировать сложно. Александр Александрович, не знаю в записи, будет ли доступен чат, но коллеги услышала, Александр Александрович услышала вопрос. К следующему вебинару я вам просто сделаю тогда отдельный файлик таких полезных ссылок и размещу его сюда и в группе обязательно, чтобы можно было ими воспользоваться. Яна Юрьевна, спасибо большое за отзыв, за комментарий, спасибо, очень ценно для меня. Наталья Олеговна спрашивает, это исследователи, я так понимаю, что это к вопросу о Рособорколхозе. Это исследователи, энтузиасты, преподаватели, практики из различных областей работы в области дистанционного обучения, связанное с дистанционным обучением в основном, потому что проект дистанционный реализуем. Но рады видеть всех людей, которым эта тема интересна. Можно присоединиться к этой группе тоже и к нашей группе тоже. Ага, коллеги, если открывается, вот я смотрю, Айнура Аиповна пишет, не смогла попасть на вебинар, запись потом не открывалась. Если какие-то технические вопросы по записям, пожалуйста, в нашу техподдержку Андрей Олегович, наверное, может контакт оставить, куда обращаться по этому вопросу. Да, адрес, это нужно сразу обращаться туда. Да, присоединяюсь к Светлане Анатольевне. Огромное спасибо за вопросы, коллеги. Это тоже мне иногда подсказывает какие-то темы, новые повороты сюжетов, кстати, неожиданно возникающие. Вот, по-моему, Наталья Олеговна меня сегодня озадачила вопросом про ботов. Начинаю уже думать на эту тему, а действительно можно ли это как-то автоматизировать по максимуму. Спасибо, Юлия Борисовна. Да, ага, вот Юлия Николаевна нам подсказывает, чат доступен в записи, отлично. Но все равно для подстраховки я такой списочек все-таки сделаю. Ага, Александр Александрович, да, возможно, возможно не было. Ладно, буду информировать о основных направлениях в этой сфере. Ага, спасибо большое, коллеги, за отзывы. Да, вот Андрей Олегович разместил в конце, обратите внимание, адрес help.собачки.directmedia.ru. Если какие-то технические вопросы возникают, пожалуйста, не ждите, не сидите долго, что-то появилось, сразу пишите по этому адресу, еще хорошо прикреплять скрин, давать описание проблемы и прикреплять скрин так, чтобы, если там возможность такая есть, наверняка, да, чтобы специалистам было быстрее и легче разобраться, что произошло. Елена Николаевна, ой, спасибо большое. Да, Татьяна Ивановна, спасибо за отзыв. Ну, сейчас сделаем еще группу, я думаю, нам станет еще попроще, еще полегче работать с новой информацией. Спасибо, Наталья Витальевна. Спасибо, коллеги, за отзывы, за поддержку. Будем стараться и дальше держать наш уровень. Вам большое спасибо за активность, за хорошие вопросы, за комментарии. За то, кстати, хочу поблагодарить наших участников, и буду это делать еще неоднократно, за взаимопомощь. То, что мы начали на вебинаре, на прошлых наших встречах возникает вопрос, я что-то могу не увидеть. Коллеги сразу помогают справиться с затруднениями, подсказывают какие-то способы. Вот это меня, кстати, вы меня натолкнули на то, что хорошо бы еще и сделать группу. За это вам спасибо большое, потому что вебинары не все могут посещать, а в группе информация и дольше сохраняется, и легче будет искать. Всем большое спасибо. Вопросы я еще посмотрю, кому-то, может быть, отвечу лично, либо письмом, либо в начале следующего вебинара, либо в группу. Итак, коллеги, Татьяна Анатольевна, взаимно. Всем спасибо, всем хорошего дня. Да, и Андрею Олеговичу за техническую поддержку тоже большое спасибо. И, наверное, до новых встреч. Ну, ближайшую у нас с вами следующую пятницу. Всем удачи. Хорошей пятницы. Хоть она и была пятница 13-я, но, наверное, хороший день.